Пациентка 85 лет обрастилась с жалобами на выраженную общую слабость боли в верхних отделах живота без четкой локализации, снижение аппетита, увеличение живота в объеме. Анамнез заболевания. Ухудшение самочувствия в течение двух месяцев, когда появились вышеуказанные жалобы. Выполнено УЗИ брюшной полости, большое количество свободной жидкости брюшной полости, боли внизу живота, в связи с чем были выполнены КТ брюшной полости. Область исследования. Органы брюшной полости из-за брюшинного пространства. Контрастное усиление не проводилось. Выполнено исследование. Компьютерная томография органу брюшной полости из-за брюшинного пространства без контрастного усиления, с реформатированием в тёх плоткостях и реконструкциями в объеме. В брюшной полости выявлено большое количество жидкости, плотностью 10-12 по Хаунсфилду, по левому и правому флангу, между петлями тонкой кишки, в перединальном перегастральном пространстве, по переднему краю печени, в кармане Моррисона, в тазу. Контуры печени четкие, печень оттеснена дарзально большим количеством жидкости. Размеры печени 15,5 см, крайне окоудальный размер, правой доли 6 см, левая доля. Хвостатая доля не увеличена, морфология не цирротическая. В размерах печень не увеличена, плотность паренхима равномерна, в среднем плюс 50, плюс 55, по Хаунсфилду без контраста. Локальных участков снижения, либо повышения плотности не наблюдается. Сосуды системы воротной вены явно не расширены. Желчный пузырь не визуализируется, удален. Общий желчный проток не расширен. Внутри печеночные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа атрофически изменена. В области тела выявлено кистосное образование, плотностью около 1,2 Хаунсфилда, с четкими краями округлой формы, до 1,2 см в поперечнике. Вблизи него, в области тела, со стороны дорзальной поверхности, схожие кистосное образование, около 0,8 см. Главный панкреатический проток не визуализируется во всех отделах. Оттека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена, без патологических включений в структуре. Выявлена добавочная долька вблизи нижнего края, до 0,9 см. Надпочечники. Справа не увеличен, слева нельзя исключить объемное образование тела, ротолярные ножки сложно дифференцировать с НПВ, низкий тканевой контраст. Почки. Объемных образований кис-конкрементов в чашечках и лоханках не определяется. Чашечная лоханочная система не расширена. Мочеточники визуализируются с обеих сторон. Не расширены, не деформированы. Конкрементов в просвете обоих мочеточников не выявлено. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов не выявлено. Деструктивных травматических сменений костей не определяется. Заключение. Выраженный асцит. Боль, вероятность, за счет канцероматоза брюшины. Небольшие кистозные образования поджелудочной железы. Состояние после холикцектомии. Дегенеративные изменения позвоночника. Таким образом, на КТ причина асцита найдена не была. Только проявление канцероматоза брюшина, выраженной асцитом. Изменение поджелудочной железы и позвоночника можно трактовать как проявление возрастной нормы. Учитывая отсутствие точного диагноза, неясность первичным очагом опухоли была выполнена МРТ малого таза.